Здравствуйте дорогие зрители моего канала! Меня зовут Дмитрий и вы смотрите обзор русскоязычных инди-проектов в разработке. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что в конце вас ожидает нестандартный проект для нашего с вами обзора. Но сначала по традиции благодарности. На этот раз поддержка поступила от команды, разрабатывающей проект названием Xenocombat. Большое спасибо ребятам! Я размещу ссылку на их группу вконтакте в описании к этому видео. Ну а мы начинаем. Первый проект сегодня носит имя Exoplanet First Contact и разрабатывает его товарищ Falls3D и его команда. Игра представляет из себя экшен-рпг от третьего лица в сеттинге космического вестерна с потрясающим окружением и кровожадными монстрами. Множество интересных красивых мест, обилие NPC со своими проблемами и незабываемый дух вестерна. Это далеко не исчерпывающий список достоинств проекта. Также в игре присутствует система крафта, но я к сожалению не смог ничего собрать, потому что там в каждом рецепте требуется какой-то трипод, которого ни в карманах, ни на земле поблизости я не нашел. А жаль, ночью тут темно хоть глаз выколи, а в рецептах было что-то вроде фонарика. Хотелось бы получить возможность вертеть камерой по сторонам и разглядеть героя получше. Пока что эта возможность есть только усадив персонажа около костра. Ах да, поддержка геймпада была бы также не лишней. Разработчикам пригодилась бы помощь толковых художников и аниматоров. Проект уже прошел Steam Greenlight и на полных порах мчится к релизу. А пока что игра находится на стадии альфы и разработчики предлагают игрокам оформить ран недоступ всего за 450 рублей и оно стоит каждой копейки. Кстати, мне копию игры выдали совершенно бесплатно. Черт, чувствую себя настоящим игрожуром. Подробнее ознакомиться с проектом вы можете пройдя по ссылке в описании. Следующая игра называется Project Genome от товарищей из команды Genome Games, в которую входит наш форумный разработчик Слава MIB. Это очень многообещающее клиентское MMORPG в жанре научной фантастики с элементами шутера от третьего лица и очень красивыми концептами. Проект будет распространяться по схеме фри-то-плей, однако заранний доступ разработчики просят ни много ни мало от 14 евро. К сожалению, я не смог добраться до игры, чтобы ее потрогать, поэтому вынужден собирать информацию по крупицам, которые нам оставили разработчики. Игра с первых минут бросает вас в гущу событий, происходящих в совершенно незнакомом мире. Кто все эти люди вокруг? Что делать дальше? Как погибла земля? И как скрафтить БФГ-9000 из грязи и веточек? На эти и многие другие вопросы вам придется находить ответы совершенно самостоятельно. Разработчики нуждаются в помощи опытных художников и аниматоров. Ознакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании. Следующий проект носит имя Microwave и его разрабатывает товарищ Дубурлан в одиночку. Игра представляет из себя стелс-экшен с элементами пространственной головоломки. Нужно пройти лабиринт незамеченным и вовремя обезвредить охранные системы при помощи своего ручного генератора микроволновых излучений. Главная цель разработки игры – использовать ее как портфолио при поиске работы. Дело в том, что специальность разработчика – физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника, и он захотел делать игры. Проект разрабатывается на Unreal Engine 4. Игра с открытым исходным кодом доступна на гитхабе. Если разработчик разберется с правами на сторонний контент, игра будет полноценно опубликована для всеобщего доступа. Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке в описании. Следующий проект Цитадель от товарища 3Dever является, как заявляет сам разработчик, мультиплеерным survival horror. Среда разработки – Unity 3D. В этой игре вам предстоит бегать на негнущихся ногах от комнаты к комнате, наполненный всяческими пространственными головоломками и жуткими монстрами, от которых, как я понял, лучше бежать. Очень не понравилась система управления, хотя в игре есть поддержка геймпада. Управлять своим персонажем крайне неудобно, потому что существует физическая привязка камеры к ногам, и если ногам нужно сыграть анимацию и возвращение в спокойное состояние, камеру будет колбасить. Если ногам понадобится сыграть какую-нибудь другую анимацию, вы можете успешно свалиться с тонкой перекладины прямо на днище всего этого испытательного полигона, утыканного шипами. Что порадовало, так это поддержка Oculus VR и клевая гнетущая атмосфера, напоминающая собой первый фильм про Куб. Проект находится на стадии альфа-тестирования, и демка доступна для скачивания с сайта разработчика. Также есть страница концепта на Steam Greenlight. Ознакомиться подробнее с проектом можно, как всегда, по ссылке в описании. Следующая игра называется Бравада, и разрабатывается она товарищем Фореллион и его командой. Это тактическая пошаговая стратегия с элементами RPG в очень необычном сеттинге и с непередаваемым чувством юмора. Под управлением игрока выступает отряд из нескольких гномов для того, чтобы выполнить священный квест, найти бороду главному герою, безбородому молодому гному. Довольно интересная и необычная геймплейная механика, проста в освоении и в то же время открывает разнообразие тактических решений. Персонажи также способны прокачиваться, трансформируясь прямо в время боя. Также в свой бравый отряд можно записать любую животину, попавшуюся под ноги, нужно просто скопировать ее. Игра разрабатывается на Unity 3D и изобилует красочной приятной графикой и искрометным юмором. Проект стал лучшей RPG-адвенчурой на конкурсе Intel Level Up в 2014 году. Поиграть в браваду можно скачав демку или приобретя ее в стиме за 250 рублей. Знакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании. Следующий проект носит имя Farout и разрабатывает его товарищ Marcelliot в одиночку на Unity 3D. Это квест от первого лица в сеттинге научной фантастики, какой ее представляли в середине прошлого века, то бишь мой любимый ретро-футуризм. Но не такой, как в Fallout, а скорее как в Alien Isolation. Кстати, игра сильно напоминает именно последнее творение про чужих, только без стрельбы и собственно чужих. Хотя пока что это очень ранняя версия и кто знает, что там будет дальше. Что характерно, разработчик, делающий проект в одиночку, не программист, как это обычно бывает. А совсем даже наоборот. Человек занимается 3D-графикой и видеопродакшеном. Поэтому за визуальную часть переживать не стоит. Проекту бы не помешал концепт-художник. Кто заинтересован, пишите разработчику. Ознакомиться подробнее с проектом, а также найти нужные контакты можно по ссылке в описании. Следующий проект, носящий имя Call-O-Block, появился благодаря нашему с вами обзору. Товарищ Рец поспорил со мной, что создаст за месяц играбельную демку игры и я его за это включу в выпуск обзора. Месяц прошел и на выходе получается вполне играбельный прототип 2D-платформера с элементами пространственной головоломки. В игре нужно управлять ремонтным роботом, который пока отыгрывает шарик и переносить на себе один из двух зарядов, с помощью которых можно активировать различные элементы двери, лифты и прочее. К графике никаких претензий, ведь ее пока что просто нет. А вот по поводу управления я могу сказать, что оно слишком инертное. Шарик слишком трудно разгоняется и слишком трудно останавливается. К тому же, игровой процесс зависит от частоты кадров в секунду. Стандартно это 60 фпс, но когда проседает до 30, все начинает заметно замедляться. Ну а механику я понял почти сразу, это хороший признак. Если вы поддержите разработчика своей критикой, советами или словами похвалы, то у нас есть шанс, что проект все-таки будет доведен до ума и на выходе получится нечто интересное и занимательное. Скачать демку вы можете по ссылке в описании. А завершает этот выпуск не совсем обычный проект, имя которому Intrusion 2. Товарищ Вап выпустил эту игру уже довольно давно и достаточно успешно. Проект попал в Steam тогда, когда самостоятельная продажа своих игр была еще важной мечтой независимых разработчиков. Проект выстрелил и позволил своему создателю не отвлекаться больше на заработок денег, а спокойно посвятить всего себя своему следующему проекту, который, надо сказать, выглядит очень заманчиво. Но о нем мы расскажем как-нибудь в другой раз. Intrusion 2 представляет из себя 2D-платформер с замечательной программной анимацией и крутой проработанной графикой. Обилие разнообразных врагов и всевозможных боссов, куча оружия и динамичный геймплей. Сложно было ожидать всего этого от разработчика-одиночки, да еще и в то время. Первая часть Intrusion была выпущена в 2008 году на сайте newgrounds.com и была встречена игроками очень тепло. Разработчик применил алгоритм тех же щей, да погуще влей к своей новой игре и не прогадал. Вторая часть вышла красивее, динамичнее, увлекательнее и разнообразнее предшественницы. Это и было как раз то, что надо. Игра доступна в виде бесплатной демки и продается на стиме всего за 150 рублей. На сегодня это все. Напомню, что в комментариях всегда приветствуется критика, предложения и советы как улучшить обзор. Также можете свободно обращаться ко мне за информационной поддержкой, если вы разработчик. Основным критерием попадания вашей игры в обзор является наличие темы проекта на форуме gamedf.ru. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось. Играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok